ГОСТЬ НА МОЁМ ТВ А сейчас у нас гость Валентин, вам слово Да, Татьяна Да, сегодня у нас очередной гость И это представитель не столь далекого зарубежья А представитель отчасти Киргизии, отчасти города Кагалым В общем, прекрасный человек и мой хороший друг Бектур Папаков Привет Думали, мы репетировали? Нет, мы всегда так здороваемся и прощаемся Это наша традиция Несмотря на то, что нас косо смотрят остальные Бек, скажи, ты по национальности киргиз, ты родился в Киргизии? Я родился еще в ХС О, понимаете, он еще интеллектуал у нас Он еще шутник Прекрати, прекрати, Валентин Нет, в Советском Союзе, а потом как Три года прожили в Киргизии со мной И папа перевез семью в Кагалым на север Морозы, медведи А ты родился? Водочка? Ну, стереотипы я просто Просто мы... ладно, неважно Ты родился где? Ты в Бишкеке родился? Или нет? Ну, сейчас это Бишкека раньше назывался Даже так? Бек, вот скажи, я, допустим, вот вычитал, специально подготовился и вычитал две строчки в интернете О том, что у киргизов на самом-то деле Самый продуктивный день недели это понедельник И все мероприятия или важные дела, которые начинаются в понедельник Будут наиболее удачи Будут просто шедеврально непроизойденно Скажи, правда, или это ложь, которую Валентин Саралка, как обычно, где-то откопал? Я-то думаю, что мне понедельник портит все время Да, может, потому что это киргизство Потому что я киргизм Нет, на самом деле, я не слышал такого, но... Возможно, в этом есть какая-то крупица истина, да? Да Но, знаешь, один лишний удачный день недели не помешает, я думаю Абсолютно не помешает А вот смотри, а я... Тем более понедельник Да-да-да, я согласен Все понятно Вот зато я нашел такую информацию, что в Киргизии любая трапеза начинается и заканчивается чаепитие Правда, нет? Не, ну как бы это слишком, походу, глубокие традиции Ну ты пьешь чай перед тем, как покушать? Я пью Я еще специально так завариваю, потом перевариваю Ну это же в животе не вина Ну хорошо, скажи тогда Вот ты как бы киргизский, русский Ну как бы у тебя вместе, грубо говоря, что ты в России живешь Скажи, как вот культуры переплетаются? Вот что-то такое Я понял твой вопрос, Иван Нет, на самом деле Культуры схожи в чем-то Но есть различия Как бы там другая религия Но уже постепенно это все как-то превращается Ну наподобие запада, наверное Меньше люди становятся больше капиталистами, нежели, например, да, приверженцами своих традиций Но есть люди, например, я часто езжу с дедушкой и бабушкой со своими К родственникам дальним, которые живут чуть ли не в горах Чуть ли не в юртах живем Вот и там эти все традиции, они в полной мере прослеживаются То есть они по-русски-то плохо знают Но чтут эти все традиции И это очень приятно Ну а в принципе менталитет в городах Очень схож с менталитетом русского народа Ну мне кажется, главное иметь уважение к менталитету другой нации Быть толерантным Быть толерантным, как сейчас модно говорить Скажи, я вот знаю, что У тебя в семье такая ситуация Отец у тебя более строгий Со мной сидит очень талантливый молодой человек Это Биг Тур Он и театрал в бывшем, может быть и в будущем, кто знает И танцор в настоящем Скажи, как к этому всему относится вот твой отец? Ой Надеюсь, он меня сейчас не смотрит, да? Ну я ему смс-ками скидывал Пап, посмотри А я скидывал! Я уже третий раз с вами скидывал Сегодня на так это, на так это Нет, на самом деле это Папа знает то, что я после спорта, да, активного начал заниматься Каким спортом занимался? Дзюдо, самбо То есть это 6 лет Это была инициатива моего папы Я рад то, что он меня туда отвел И как бы Произошли некоторые обстоятельства После которых мне пришлось бросить этот вид спорта Но Ваня на самом деле тоже бывший пловец Причем это очень бывший Причем это правда и видимо какие-то очень обстоятельства сказал Очень бывшего пловца Просто вытеснили большого человека из большого спорта Из большого бассейна Обычно я вытесняю вот оттуда, когда туда прыгаю Ну и скажи да Ну и так вот Мне надо было как-то забивать свое время И я решил Поиграть в КВН Это уже ты приехал В Тюмень, да То есть я еще в Тюмени был спортсменом Но тут травму получил И перепрофилировал свой разум Своё сознание Со спорта в творчество КВН, театр, танцы Ну отец, папа Мой любимый Не все знает чем я занимаюсь Потому что Он не все сказал в этой студии чем он занимается Да, я не скажу Вдруг папа смотрит Органы Но со временем он кстати стал принимать мою позицию Он понял то, что я уже взрослый Я уже сам могу решать Что мне делать Что мне нравится Что я хочу И он последние года 2-3 уже принимает мою позицию Это радует То есть он в принципе против В принципе против твоих увлечений Ну был по крайней мере, да? Да А почему ты не знаешь Не углублялся в этот вопрос Может быть Может быть твой отец В бывшем там Не самый хороший КВНчик Вот не удалось Не удалось карьера Да, сын Ты не не пускай Сын Сын Я не позволю тебя ступиться А у меня как-то говорил Да, то что типа Сына, ты чё Киргизы никогда не танцевали Ну на самом деле Я вот не знаю Что было Киргизов был народный танец Вот честно На Кавказе есть Лизгин Кода там Ребята На Польше Колька и так далее Онлайнеры Если действительно Есть такая информация У кого-нибудь Кто может быть знает И о проверенном Слово-беки Может быть согласиться Пишите Будем обсуждать Обязательно Зачтём Вот Он говорил то, что Киргизы не танцуют Киргизы С самой Своей древней истории Они были войнами И поэтому Он мне отдавал На такие Восточные единоборства Дзюдо Дзюдо Самбо Вот Здорово А ты После учёбы Смотри в будущем В принципе На дальнейшие планы Ты хочешь остаться В Тюмени В России И всё-таки Поехать в Киргизию Потому что Насколько я знаю Тебе очень нравится Там находиться Да Мне безумно нравится На своей родине Потому что Там безумная красота В плане природы Там То есть для тебя Это важно Да, конечно Это важно То ли ты выходишь Да И там пустыня Какая-нибудь То ли ты выходишь И красивые горные пейзажи Реки горные И так далее То есть В Монголии Лучше не жить Нет В Монголии Тоже есть Немного горы Нет Серьёзно У меня по географии Поехали А скажи Если возвращаться К теме традиций Вот Есть ли какие-то традиции Там обычаи Которые ты Став уже студентом Современным Молодым человеком Которые какие-то Соблюдаешь Может Да Ты пьёшь чай? Я пью чай Перед Своей основной Трапезой На самом деле Не знаю как Общаясь с ребятами Разных национальностей Русские, украинцы Правильно, да? Украинцы И другие Татары Не, не такой на самом деле Не все своих родителей Называют на вы Не знаем Наверное Так вы считали То, что я Маму, папу Всегда называю на вы То есть Порой Разговариваю По телефону И друзья говорят Блин А ты с кем Разговариваешь? Я с мамой Разговаривал А почему Ты с ней на вы Я говорю Ну, воспитали Так-то принято То есть В принципе Вот А каких-то таких Исторических Традиций То, наверное Не очень сильно Придерживаюсь Ну, стараюсь Дома разговаривать На киргизском То есть Ты знаешь Ну, как сказать Знаю Или как сейчас Многие говорят Я разговариваю На английском Турецком Испанское Играет Такая Надеюсь Белая зависть Да Просто я слышал Ребята тут Вообще Полиглоты Я поразился Как так А ты знаешь Какие-нибудь Кроме русского Немножко киргизского Английский Испанский Французский Нет, как Английский знаю Да, чуть-чуть Нормально Французский Очень чуть-чуть Очень чуть-чуть Скажи, а ты был За границей Где-нибудь Да Киргизский Киргизский Обалдеть Нет, я был в Казахстане Еще Вот это путешественник Скажи Вот Хорошо Киргизский И татарский Они Культура Они как-то Похожи Или вообще Это разная Нет Ну Похожи Есть Общие Но это же Все-таки Как бы Там Разные Народы Разные народы Есть Языки Похожи В принципе То есть Иногда Татары Башкиры Там Даже Вот С Кавказа Кумуки Разговаривают На своих языках Я их понимаю Некоторые фразы Слова Предложения Языки Похожи Есть Кухня Похожа Да Это как Элемент Традиции Кухня Скажи Национальное Блюдо Вот здесь Наши Онлайнеры Начали Спать Кухонь Скажи Национальное Блюдо Кухонь Кухонь Да По-русски Правильно Кухонь Я то думал Скажи Национальное Блюдо Какое у вас В Киргизии Это прям Вот Бишбармак Оно Киргизское Я думаю Что да А я тоже думаю Потому что Мы подготовились К этому эфиру Представили На интернете Нет На самом деле Тяжело Сейчас уже Выделить Да Какое Блюдо Там Национальное Какое Нет В Киргизии Киргизия Она сама В принципе Многонациональная То есть Там и живут И русские И украинцы И казахи И таджики И узбеки И потом Кто Уйгуры Дунгани Ну все Ближние Зарубежи Да То есть Близ Китая Живет У нас Поэтому Кухня Тоже Разнообразная Тот же Плов Те же Самсы Да Манты Оромо Лагман Фунчоза Мне кажется Ты уже начал Начал вспоминать Киргизский язык Уже Бег Тур Вот немножко история Из-за кадра Когда мы записывали гостей В студию Мы думали Кого приглашать Я говорю У меня есть друг Бектур И Полина Наш модератор Простите Как его зовут? Ваня сказал Ганнибал Бектер Ага Ганнибал это Имя или фамилия? И начала записывать Ганнибал Бектер Ганнибал Бектер Батович Не на самом деле Когда вот С людьми знакомишься Много таких вот Казусов было Помню Приехал в Тюмень Только С другом Лучше мы пошли Это гулять Такие То ли Сквер Немцова Было Или что-то такое Гуляем И смотрим Девушки Идут И думаем Давай познакомимся Ну в итоге Я говорю Меня зовут Бектура Никак Вектор Гектор Виктор Я обиделся Отвернулся Ты поставил Подножку Пошел в угол И начал Горько плакать Киргизы Все ранимые Бектура Посоветуй Что-нибудь Зрителям Но Так как Ты Жил всю жизнь Когалым Сейчас уже Пятый год Живешь в Тюмени Просто что-нибудь Посоветуй Может чисто Человеческое Может То что хотелось бы Исправить в русском Менталитете Ну на самом деле От самого Иностранного Иностранца В этой студии За сегодня Хочу пожелать Всем Быть более Улыбчивыми Быть более Открытыми Радостными И Верить То что люди Действительно Говорят тебе Правду Да Это важно Я заметил То что На постсоветском Простанстве Люди стали Наверное Более Зажатыми Закрытыми Озлобленными Да Потому что Все эти вот Революции Там Все эти дефолты И так далее Они как-то По менталитету По разуму Нашему бьют Поэтому мы закрыты Вот Желаю чтобы Люди становились Лучше Не пейте Не курите Лучше Занимайтесь Творчеством Спортом Развивайте страну И будьте успешны Да С вами был Бек Турпабак Бек Ну и теперь Коронная Курменная фраза Еще не выучил Да я С русским плохо Значит я знаю Ты еще В некотором роде Ведущий Привел Несколько праздников Скажи Вот так Как прям Как ведущий Я Бек Турпабак Смотри Мое ТВ Будь в сети Хорошо Сейчас попытаемся Я Бек Турпабак Смотри Мое ТВ И будь в сети Мое ТВ Мое ТВ Ежедневно С 6 до 10 вечера Мое ТВ Мое ТВ Долго